Всем привет! Сегодня у нас понедельник. Вот, сегодня начался пост. Я, конечно, знаю, что я не выдержу его. Сколько он, 40 дней? Да, по-моему, идет. Вот. Я знаю, что я его не выдержу, поэтому я даже не буду пытаться столько поститься. Но я знаю, что первые последние недели самые как бы строгие. Я не знаю, как насчет последней, но первую я попытаюсь все-таки поститься. Мне трудно тем, что я только одна буду в семье поститься, остальные нет, и будут меня сманивать. Если бы все постились, можно было бы, наверное, весь выдержать. Так, сходила сейчас в магазин, купила продуктов. В Дикси ходила. Так, сейчас покажу свои покупочки. Ну, и буду показывать, наверное, что я буду... Ну, постараюсь каждый день постные блюда свои, что я буду есть на ужин. Так, ну вот, у меня две опять сумища ели до первых, которые я... Сейчас распакуем что-то. Хлеб... Хлеб я буду есть. Я не знаю, яйца тут есть или нет, молоко, я не знаю. Но я его есть буду, потому что если я хлеб даже есть не буду, то я точно с голоду помажу. Я на одних фруктах и овощах долго не... Крупу долго не протяну. Так, баклажаны. Ну, один баклажан. Хмель и сынель приправку взяла. Так, бумага туалетная. Бананчиков так, наперекус. Самое главное постное блюдо. Курица. Ну, это я, конечно, своим делам буду готовить. Я, конечно, не буду есть. Оливки. Так, и самое вот главное точно постное блюдо для меня сейчас... Это фасоль. Она как раз заменяет мясо. Вот я две штуки взяла. Они маленькие пачки были. По 450 грамм, по-моему. Они тяжелые, да? Вот, две пачки взяла. Буду готовить фасоль. Она сыпла. Так, масло растительное. Марковка. Короче, больше у меня, конечно, овощи. Картошки немножко взяла. Пока у котов кончился этот наполнитель, я беру древесный. Мне очень нравится древесный наполнитель. От него и запаха нету, и его можно в унитаз выкидывать, потому что, ну, можно там написано. Вот. Потом, что еще? Ну, короче, нравится. Единственное древесное наполнительное минус – это то, что он мелкий, и лапами разносится по комнате. Так, этот, опилки. Ну, немного, но было. Не было древесного наполнительного. Он дорогой тоже. А этот купила я Кацан там только был. Но нам нужен, потому что уже это нужно менять, а нечем. Пришлось взять Кацан. Он дорогой. 200 с чем-то рублей был. Чек я не взяла, забыла чек. Ладно. 200 с чем-то рублей. Но у нас же сейчас в Dixie акции, вот эти наклеечки, если клеечка, которую дают, они дают скидку. Короче, мне 25% скинули. Вот не знаю, сколько по чеку. У нас тут 200 с чем-то. Это больше 50 рублей. Ну, конечно, рублей за 200, наверное, у меня вышло. Вот. Кацан. Не знаю, как им пользоваться. Я так понимаю, что куст... Ну, вот. Надо вынимать вот эти. Я как-то давно пользовалась, но я что-то уже забыла. Ладно, почитаю инструкцию потом. Это вообще дороговато вышло. А может будет экономней? Да, я не знаю, вряд ли. Не знаю. Ладно, посмотрим. Чеснок. То же самое главное постное блюдо. Тут колбаса. Лера сегодня. Мама, а что мне это? Я тоже буду пастить. Ты что, мне в школе не есть? Я говорю, Лера, а сама уже поела чай с бутербродом. Я говорю, кто пастится, чай-то с бутербродом не ест. С колбасой. Она, да, зачем ты мне ее положила, говорит. Вот. Она говорит. Эра, что мне тебе один хлеб положить? Я говорю, в школе давай все ешь. Говорю, нечего, говорю, это... Ну, паститься голодным там сидеть. Все, чтоб съела в школе. Говорю, вот будешь со мной на ужин паститься. Говорю, ужин будешь со мной. Потом говорю, ну, вообще можно паститься просто от чего-то отказаться. Не обязательно там не есть. Ну, откажись от сладкого, например. Она, да, не, давай лучше от рыбы, говорит. Я ее как раз не ела, я говорю, ну, так нечестно. Эра, откажись от компьютера, а ты. Она, ну, ну, давай завтрашнего дня. Пастильчик, ладно. Так, лук вот красный купила. Так, еще одна бумага туалетная. Хлеб. Так, купила питы. Тоже, видите, здесь эти наклейки. Тоже там, приходишь, наклейка приклеишь, наклеила там, ну, вот на эти весовые товары. Они на весовые не подходят. А у меня большинство весовых товаров. Ну, ладно. Грибочки. Сметанку. Ну, это не мне. Так. Купила, попробовала, никогда не пробовала, корень сельдерея. Судили, вот. Корень сельдерея. Ну, там я не для супов, для рагу. Посмотрим. Я, наверное, его порежу и заморожу частями, потому что он, наверное, если я его отрежу, он пропадет. Потому что, ну, это часто-то не... Вернее, я даже не знаю, куда его лазить. Посмотрим. Ну, простой лук. Перчик один взяла. И... Какую? Не, редиска это. Редька. Да, редька. Редька мы вообще любим. Мы её просто так идём, с маслом, с солью. Редьку это мы любим. А вот сельдерея я чуть-то никогда не брала. Попробовала. Ну, и всё. Тяжеленное всё. Вышло у меня почти... Это со скидками со всеми. Вот эти 15%, 10%. Тысячу... Сколько? Я не помню. Тысячу шестьсот, что ли? Это так, короче. Ладно. Ну, это на два, на три даже, наверное, дня хватит. Вот. На завтрак сейчас съем... Поем перчики тут маринованные, с хлебушком. У меня тут слюнки текут. Я голодная. Полдесятого времени елась. И бананчик съем. Блин, прошло три часа. Я так есть хочу. Капец, как будто я сегодня вообще не ела. Сейчас редисочкой с солью поем. И с хлебушком, наверное. Ой, а что снять от голода? Я же так похудею. Прочитала я инструкцию про этот кацан. Ну, вообще не экономно. Короче, надо насыпать 5 сантиметров. Я не знаю, я свой большой лоток насыпала. У меня, ну, сантиметра три, дай бог, будет. Ладно, короче, высыпала весь. И надо теперь будет каждый день только вот эти комки убирать. Но все равно. Это, ну, пускай за неделю они закончатся. Даже за полторы недели они закончатся. Мне кажется, быстрее. Не знаю. У меня, во-первых, два шката. У меня один. Вот. Ну, вообще невыгодно. Это 250 рублей на неделю. Тысячу в месяц. Это вообще. А я беру древесный. Ну, за 70 рублей. Мне хватает на полтора месяца. Я сыплю по чуть-чуть. Меняю, правда, каждый день. И меняю в туалет. Выспала тут чуть-чуть. Там немножко насыпано. И все. А тут, видите, написано. Туалет нельзя. А тут можно. Потому что он разлагается. А этот не разлагается. Вот. Ну, короче, вообще невыгодно. Сейчас я буду готовить постное рагу. Это вот из фасоли, грибов и овощей. Вот перчик, лучок такой красный, баклажанчик, морковка. Это редька. Это корень сольдерея. Ну, конечно, это не весь буду делать. Ну, просто пока выложила. Чесночок, картошка, ну, зеленушка. Ну, показывать я рецепт не буду, потому что это рецепт с интернета. Сами найдете, если захотите. Вот, короче, у меня сегодня, потом покажу, что получилось. Сварила я рагу. Наварила, короче, 5-литровую, наверное, кастрюлю огромную. Я не знаю, сколько мы его есть будем. Дня 3, наверное, это рагу теперь. Ну, ничего, зато я с голоду не помру. Вот, ароматная. Вообще класс. Вот. Так, читала я тут книжку Донцовой. Родослован до 7-го поляна. Вообще, или я выросла из этих книг, или что, мне она не понравилась. Или просто эта книга сама вот эта неинтересная. Там действий почти нет. Единственное, что, ну, тот кому-то что-то рассказывает всю книгу, и все. Неинтересно. Я такая думаю, ну, все, не буду я в ближайшее время больше Донцову читать. Не хочу что-то. И что вы думаете? Приходит Настя с работы и говорит, вам на 8-е марта подарочек. Три книги Донцовой. Ну, надеюсь, просто та была неинтересная. Почитаем. Вот. И Лерия, она подарила вот такую игру. Кто я? Ну, я думаю, большинство уже знает, что это за игра. Мы давно такую хотели. Все, на нее смотрели, смотрели. Никак не покупали. Тут на голову, видите, привязывается карточка какая-то с предметом или с человеком. И ты не знаешь, кто там. И ты должен отгадать, кто ты. А другие будут тебе говорить, да, нет. Ты, наверное, ну, говоришь там, живое, неживое, деревянное, съедобное, несъедобное. Те говорят, да, нет. И ты, короче, должна отгадать, что это. Видите, сосиска. Или там Чарли Чаплин. Ну, интересно, будем играть. Вот, подарочки нам Настя сделала. А на обед сегодня у меня такие постные бутербродики. Это мои любимые постные бутерброды. Я их, когда пащусь, всегда делаю. С лучком, с маслом растительным. Ну, я оливковое налила. И с солью. Правда, от меня потом разить будет этим луком. Ну, пофиг. Зато вкусно. Так, а на ужин у меня опять фасоль. Сейчас буду делать такую пасту из фасоли. Вот сейчас сюда положила фасоль замоченную. Потом лук с морковкой обжаренный. Томаты в собственном соку. Ну, или томатную пасту можно. Что там еще? Соль. Чесночок. Короче, сейчас это у меня сварится фасоль. Ну, там-то полтора. Я не знаю, сколько, может, больше часа. Будет потом я блендером прокручу. Будет такая паста томатная. Ой, томатная. Ну, фасоль. Потом расскажу, что буду дальше делать. Пока я тут готовлю, Лера тут мне принесла поделку. Они в школе такое делали. Ей понравилось. Из салфетки. Только она говорит, должна разноцветная быть. Она столько белой из салфетки. Тоже говорит, на 8 марте подарок. Понятно. Я тут для этого блюда режу овощи. Ну, там любые овощи. Можно помидоры, огурцы. Ну, у меня их нет. У меня есть редиска и оливки. Вот. Так, ну, все. Сделала я блендером такое пюре. Из фасоли с овощами. И вкладываю его в питу. В питу. А потом сверху ложу овощи. Это у меня редиска и оливки. Можно огурцы, помидоры. Потом полью растительным маслом еще сверху. Можно вниз ложить. Можно вообще другую начинку. Я вообще первый раз это вот увидела в интернете. Что так питы можно делать. А чтобы они так сделать их, нужно обернуть в пленку пищевую. И на 10-20 секунд положить, ну, погреть. Погреть микроволновки. Потом отрезаем, ну, верхушку. И все. И она вот так раскрывается хорошо. Дэнди меня тут ревнует. Лежит на мне, а Лера его дразнит. Она же додразнилась. Морду ему пихала. Он ее так за нос сейчас схватил. Ревела, сидела. Охраняет. Или ревнует, не знаю. Лер, не шути. Он сейчас себя точно схватит. Она меня трогает, и он ее хватает. И моя охрана. Сидит там, ревет. Она ее так за нос сейчас схватила. Да? Маленькая еще бочка такая. Хулиган. Уже 5 месяцев, скажи мне. Мне уже 5 месяцев. Я уже большую. Вот меня не кусает. Да, конечно. Не, ну, сейчас на меня не рычит. А тут... Ой, ладно. А у нас на улице все дожди и дожди идут. Ой. Мы уже, наверное, неделю с собакой гулять не ходим по вечерам, потому что дождик. И сыро. Тут дождь со снегом. Короче, мы так подумаем. Сейчас тут потеплее станет. Хотя бы дожди перестанут. И будем ходить гулять. Вот. Там у нас электрички едут. Недалеке. Слышно. Ходит. Отвела я Леру в школу. На улице такая теплоты. Так классно. Пускай пасмурно. Но вообще тепло. Наверное, плюс 1, а то и больше, наверное, плюс 2 уже. Ветерка нету. Птички поют. Прям вообще... Прям все не иду, гуляю. Вот. Зашла в Дикси. Купила... Ну, я просто перекусить купила себе на пост. Уже сладенького черта охота. Этих. Курагу купила в Дикси. Ну, маленькие пакетики. Тут 100 грамм. Курага стоит там 37 рублей, по-моему. И... Тоже вот первым делом это чернослив. Я что-то не помню. Ела я чернослив. Курагу-то я люблю. А чернослив, не знаю. Изюм там был. Изюм я точно не люблю. Чернослив тоже... Он вообще 25 рублей где-то так стоил. То же 100 грамм. Вот так. Варенье надоело. Сладкое иногда хочется. На перекус там голодное. Перекусила. Я же ничего не готовлю себе. Только на ужин. Если только что-то осталось с ужина, то я ем. Вот. А еще купила... Ну, не порошок. Вот гель. Вот такой. Бимакс. Не знаю. Новый, не новый. Калор. Концентрат написано. Вот. Приятно пахнет. Ну, там вообще написано маленькую вот эту крышечку. Даже полкрышки вот этой на машинку. Такой он концентрированный. Если сильно загрязненная, то там полторы крышки. Ну, крышку. Полторы, да. Не знаю. Я вообще чем гели мне нравится? Больше чем, например, капула. Гели в капсулах, например. Гели можно распределить. Мало у тебя белье, маленечко нальешь. Много? Побольше. Или там грязное? Побольше. То, что, например, я могу постирать целую машинку битком. А могу, например, на эту форму стирать две вещички свои медицинские вот это. Тоже там чуть-чуть налила и все. Единственное, что вот это колор. Ну, типа цветного. У меня есть вот этот ванш. Мне очень понравилось. Я его брала, пробовала. Прям белье от него, правда, белое. Ну, конечно, который уже старый, который уже потемлено, оно сильно не белеет. Но так вообще белое прям белье. Пятна не пробовала выводить. Ну, он и пятна выводит. Дорогой, правда. Вот этот 300 с чем-то рублей. Это, по-моему, по скидке. Но он экономичный. Я только в белое белье там. Мне на 2-3 месяца точно хватит. Хватает. Уже, я не знаю, второй или третий месяц я им пользуюсь. Он еще не закончится. Вот. Ложу пол-ложки там на машинку. Вот. Сейчас еще хочу с вами поговорить о колбасе все-таки, о докторской. Специалисты говорят, что мясо надо съедать где-то 50 грамм в день. Не больше. Больше тоже уже плохо. А уже о колбасе это вообще говорят. Лучше не есть. Времена, когда колбаса была лекарством, уже давно прошли. Значит, так подумать, человек, когда курит или бежит через дорогу, где не положено, да, это опаснее, чем съесть бутерброд с колбасой. Хотя колбаса тоже действует, конечно. И на сердце действует, и рак, говорят, от нее, если много есть, может быть. После войны людям нужно было восстановиться, здоровье восстановить. И для этого белок нужен был. И тогда придумали докторскую колбасу. Но у ней тогда была говядина, постная свинина, яйца, молоко и специи. Все. Больше там ничего не было. И людям она очень понравилась, потому что она была вкусная и дешевле мяса. Потом присвоили к докторской колбасе ГОСТ. И такая вот, где-то до годов 70-х была такая вот нормальная, вкусная колбаса. А после 70-х уже начали добавлять то муку, крахмал туда, кто говорит, вообще туалетную бумагу стали потом добавлять. Нет, не знаю, правда нет. Потом уже в наше время там добавляются и какие-то и фосфаты, и нитраты, и ароматизаторы. И каждый раз все больше и больше всякой фигни начинают туда добавлять. Сейчас у нее свой ГОСТ у этой колбасы. И первое, оно должно так и называться, докторское. Когда выбираете, всегда смотрите, что она была докторская, не была написана там особая. Потому что, если это будет написано, то по ГОСТу уже может... Это уже будет другая колбаса и уже состав будет совсем другой, не докторский. Хотя она будет там называться докторская. Или надо смотреть срок годности. Значит, скоро уже подходит к сроку годности. А так, если она будет дешевле килограмма мяса, значит, производитель не заботится о своей прибыли. Теперь, как выбирать. Колбаса, во-первых, не должна стоить дешевле килограмма говядины. Если какие-то скидки на ней... То это или новый бренд, который, ну, как бы рекламируют, да, чтобы люди все попробовали. Так, и еще нормальную докторскую колбасу, ну, можно хранить только там 3 дня. Все. Если она хранится дольше, то это... Ну, открытая. Когда открытая колбаса, вот эту упаковку вскрыли, только хранить можно 3 дня. Если хранится дольше, значит, там, ну, состав опять каких-нибудь консервантов еще больше или еще что-то. Ну, короче, хуже она. По цвету тоже. Ну, вообще, вареное мясо, знаете, оно серым цветом, да, оно никак не красное, как колбаса. Ну, красители, конечно, добавляются, ну, такие... Ну, она такая розовенькая должна быть. Если она такая сильно красная, насыщенная, значит, там много всяких красителей. Про оболочку тоже, ну, колбасную. Вот, которая колбаса... Ну, естественные оболочки, она, ну, больше портится. Она впитывает запахи. Ну, короче, она, как бы, хуже. И дороже она, потому что, как бы, производитель, как бы, маркетинговый ход такой делает. Типа, естественная оболочка, значит, на самом деле лучше, когда будет, ну, вот, и целлофанная вот эта оболочка. Оно и запахи не впитывает, и дольше хранится в этой, и дешевле стоит. Если колбаса, когда вы режете, ну, ломается прям, да, то, значит, там много крахмала. А если, как паштет мажется, то много сои. А если скользкая такая, значит, много воды. Вообще, докторская колбаса, она такая обезжиренная, она, в ней мало жира, да, для диетического питания она хорошо подходит. Ну, единственное, что, как бы, мы любим, как бы, бутерброд, хлеба, да, там, колбасы, еще майонезика, так. Вот от этого от хлеба и от майонезика как раз калорийность, а вот от колбасы нет. Так что лучше заменить хлеб майонез с какими-то овощами, там, с огурчиком, с помидорчиком, будет тоже вкусно. И диетическим. А сейчас поговорим о тестировании. Я вот говорила, что я вам читала статью, где тестировали 5 образцов докторской колбасы. Сейчас скажу, как... Ну, я вам говорила в других видео, какие хорошие. На первом месте два образца там было, которые были, ну, прям, идеально, можно сказать, по ГОСТу сделаны. Это вот этот Вилком. Вот я сегодня купила их аж три штуки. Два, еще одно у меня. Три штуки, потому что в Дикси была акция. Вот. По 150 рублей, 50% было. Поэтому набрала, но они две недели еще год, и за две недели мы съедим. Вот. Тут вообще никаких нареканий. Все сделала по ГОСТу и отлично. Второй образец. Я вам в других видео показывала, но я сейчас не покупала, потому что у нас... Я его только видела в Ашальше, что продают. Это первый раз. Внимание, когда не обращала. Это колбаса Акраина. Богородский, по-моему, мясокомбинат. Тоже отличная. По ГОСТу все хорошо. На втором месте Мираторг, потому что там большое содержание жирности было. Не по ГОСТу. На третьем месте колбаса Малаховская. На третьем месте колбаса Малаховский. Малаховский мясокомбинат. Она вкусная, но в ней обнаружили курицу, обнаружили сою, и обнаружили соединительные ткани. Это там жилки всякие и тому подобное. Шкуры и так далее. В Микояне докторская колбаса тоже на 40% больше жирности, чем нужно по ГОСТу. Тоже там курица, много соли, мало белка обнаружено. В черном списке, а, там 6, оказывается, образцов, и еще в черном списке заповедные продукты. Дмитриевские колбасы мясокомбинат называются. Это вообще, говорят, там ГОСТ вообще ничего не соответствует. Вообще лучше не брать. И она вообще невкусная. И там курица, и всякие какие-то добавки непонятные. Короче, вообще черный список. Так что вот, берите докторскую белком, или окраину, и будет вам счастье. И не ешьте много колбасы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!